Перед началом учебного года сотрудники ГАИ традиционно проверяют, как обеспечивается безопасность детей на дороге. Ежегодно проходят акции «Внимание, дети!» и «Единый день безопасности». Их цель – напомнить о правилах дорожного движения детям и их родителям. Кроме того, сотрудники госавтоинспекции контролируют состояние участков дорог около школьных учреждений. Подробнее об этом в следующем репортаже. В Гомеле завершилось обновление дорожной разметки возле школ и детских садов. Сотрудники областной специализированной монтажно-ремотной компании провели работы около 65 школ и 110 детских садов. Нанесены пиктограммы «Дети» и надписи «Школа». Восстановлена разметка пешеходных переходов. За выполнением работ следили сотрудники межрайонного отдела организации дорожного движения госавтоинспекции. В большинстве случаев балансы содержатели сами устраняют недостатки и содержат дорожное покрытие вблизи учебных заведений в порядке. Но иногда все же приходится выносить предупреждения. По результатам обследований этим летом было выдано 83 предписания на устранение недостатков. Предписания удавались в адрес баланса держателей по выявленным недостаткам. В основном данные недостатки касались наличия дефектов дорожного покрытия, то есть выбоины, также неудалительное состояние дорожной разметки, а также об оборудовании искусственных неровностей вблизи дошкольных и школьных учреждений образования. Также проводили с сотрудниками международного отдела организации дорожного движения обследование уличной дорожной сети вблизи учреждений образования на территории Гомельской области. Были единичные случаи, которые в данный момент уже устранены и все готово. Этим летом по инициативе ГАИ было дополнительно обустроено 18 искусственных неровностей, оборудован один островок безопасности, построены и введены в эксплуатацию пять светофоров. Также были устроены антипарковочные зоны в районе пяти учреждений образования. В этом году в Гомеле откроют свои двери и новая 74-я средняя школа. В организации движения вблизи этого учебного заведения появились нововведения. Здесь впервые отдельная зона высадки и посадки пассажиров, в народе именуемая парковочным карманом. Специальная площадка, куда родители подвозят своих детей учащихся, чтобы это не было ни препятствий для дорожного движения, а также безопасный. Ежегодно в начале учебного года в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма с 25 августа по 5 сентября проводится специальный комплекс мероприятий «Внимание, дети!». В рамках этой акции водители должны ездить с включенным светом фар и в дневное время. Мнения о целесообразности этого расходятся. Одни водители считают это бесполезным, другие – хорошим способом напомнить о безопасности. Я считаю, что это в целях безопасности, чтобы детям было более заметно машины. Надо проводить эти беседы, нужно быть внимательным на дорогах, потому что машина есть машина. К слову, сегодня в Беларуси проводится и единый день безопасности дорожного движения под названием «Будь примером своему ребенку». В рамках этого мероприятия сотрудники ГАИ провели профилактические беседы с трудовыми коллективами и родителями. Три года назад у нас детские держащие устройства использовали процентов 70 водителей. Сейчас уже очень редко можно встретить водителя, который будет перевозить ребенка без детского держащего устройства. То есть профилактические меры и ответственность родителей, она возрастает с каждым годом. Эта авария произошла на 418-м километре автодороги М8, границы Российской Федерации, Витебс, Гомель, границы Украины. Автомобиль Митсубиши столкнулся с Тойотой. В ней находилась семья – 32-летний водитель, его супруга и 6-летний сын. Мать с ребенком погибли. В Митсубиши ехали 33-летняя водитель, трое ее дочерей и свекровь, которая также погибла в аварии. Трое детей, а также оба водители госпитализированы. В МВД подчеркнули именно удерживающее устройство спасли трем девочкам жизнь. Уважаемые водители, всегда используется при перевозке сошнолетних детские удерживающие устройства, так как данное устройство может сохранить жизнь вашему ребенку. Также будьте внимательны при проезде пешеходных переходов, особенно тех, которых расположены вблизи детских учреждений образования. Также остановок общественного транспорта и места, где возможен неожиданно выход детей на проезжую часть. Нужно быть предельно внимательным и осторожным. Также в темное время суток вашего ребенка должен быть с собой цветовозвращающий элемент. С 1 января по 27 августа в Гомельской области произошло 33 ДТП с участием несовершеннолетних. Два ребенка, велосипедист и пассажир погибли. Еще 37 были травмированы. В Гомеле за этот период произошло 9 ДТП, в которых 9 детей пострадали. 1 сентября сотрудники госавтоинспекции будут нести усиленно службу возле учреждений образования. Также начиная с сентября по май месяц сотрудники милиции, а также сотрудники госавтоинспекции будут ежедневно до начала учебных занятий, а также после их окончания нести службу вблизи учреждений образования. Основная причина детского дорожно-транспортного травматизма по вине детей – невнимательность и недостаточный контроль со стороны родителей за поведением своих малышей. Даже профилактическая беседа с ребенком однажды может вполне спасти ему жизнь. Вероника Гамзюкова, Сергей Лукашук. Специально для программы «Де Факто».